Жители каждого из районов, в которых мы побывали, называют их уникальными. И, в общем-то, это правда, потому что своя изюминка есть у каждого из них. Но над уникальной чертой Вишкаймского района, куда отправилась в этот раз команда Симбирской кругосветки, наверное, не задумывались даже многие из местных жителей. Вишкаймский район можно считать уникальным хотя бы по одной причине. Все районы Ульяновской области так или иначе граничат с соседними регионами, кроме одного, кроме Вишкаймского. Сама Вишкайма – поселок довольно молодой. Основали ее в 1898 году. А развитие она получила после того, как через нее прошла линия электропередач с Куйбышевской ГЭС. Поэтому за старинными достопримечательностями мы отправились в другие села и поселки района. И первая наша точка – рабочий поселок Чуфарова. Поселку этому в 2021 году исполнилось 350 лет. Основал его Леонтий Чуфаров – дворянин, отличившийся при обороне Симбирска от войск Степана Разина и получивший в награду от царя Алексея Михайловича здешние земли. Увы, но следов тех лет в Чуфарове сейчас нет. Село вообще начало бурно развиваться после того, как в конце 19 века мимо него прошла железная дорога. С ней даже связано присутствие здесь таких исторических личностей, как Михаил Тухачевский и Гая Гай, фермировавшими здесь отряды для железной дивизии. Но главная историческая достопримечательность села к железной дороге отношения не имеет. Это здание начального народного училища. Построено оно было на деньги Бориса Гулак-Артемовского. Это дворянин, выпускник императорского училища правовых знаний, служивший помощником вице-губернатора Харьковской области, а позже решивший посвятить себя образованию. В 1902 году Гулак-Артемовский уходит в отставку. Он приезжает в Чуфарово и здесь строит школу, потому что Гулак-Артемовский был твердо убежден, что без получения народом образования, без возможности просвещать народ, Россию развивать невозможно. Вот в 1908 году было принято решение о всеобщем начальном образовании, а наша Чуфаровская школа под руководством Гулака-Артемовского начала действовать в 1905 году. Созданная Гулак-Артемовская школа проработала больше 60 лет. Сначала она была 7-летней, потом 10-летней. В 1968 году в Чуфарио построили новую школу, а в здании старый разместился сельсовет. Но около 20 лет назад здешняя администрация тоже съехала. И с тех пор старая школа постепенно разрушается. Чтобы остановить этот вандализм, бывшие ученики даже повещали на фасаде табличку с призывом возродить здание, потому что оно этого заслуживает. Оно было уникальным, это здание. Во-первых, по архитектуре. Во-вторых, по функциям тех помещений, которые были в здании заложены. Там вот есть замечательный подвал, где была продумана система отопления. Там, вот как заходишь в это здание школы, был высокий купол. Это не просто так он был сооружен, а для того, чтобы подвесить туда маятник, и можно было детям христианским давать уроки астрономии. Кстати, рядом с разрушающейся школой ГУЛА Картимовского есть еще кое-что, заслуживающее внимания, как историческая редкость. А вот эту деталь Чуфарова местные жители, наверное, вряд ли считают достопримечательностью. А зря. Потому что настоящие телеграфные столбы сейчас сохранились мало где. А вот в соседнем селе Ховрино здание ровесник Чуфаровской школы вполне себе используется. Этот небольшой одноэтажный домик в плане архитектуры, возможно, не настолько уникален, как народное училище ГУЛА Картимовского. Его уникальность в другом. Здесь находилась первая в Российской империи школа для слепых. В 1907 году, то есть, стала она работать как школа для слепых, где учили слепых детей азбуки Брайля и сапожному ремеслу. Инициатором открытия этой школы выступил лично инспектор народных училищ Симбирской губернии Александр Червяковский. Выбор места был не случайен. Червяковский сам был уроженцем Ховрина. Да и выбор именно на сапожное мастерство при обучении слепых детей пал неспроста. И это село славилось у нас мастерами сапожных дел. Наше село Ховрина шило на царскую армию сапоги. Наши сапоги очень ценились. Они были самые дешевые и крепкие. Позже, уже в советское время, в этом здании находилась обычная школа. А сейчас его можно назвать целым социокультурным центром Ховрина. Здесь находятся одновременно почта, библиотека, клуб и, так сказать, офис администратора села. Здание продолжает сохранять исторический облик, хотя, как говорят местные жители, требуют ремонта. А недавно с его фасада кто-то похитил одну очень важную деталь – знак страхового общества, провисевший здесь более ста лет. Гражданин-похититель, если вы смотрите нашу передачу, пожалуйста, верните похищенное его законным владельцам. Наша следующая точка – село Мордовский Белый Ключ. И цель нашу здесь видно издалека. Это храм Михаила Архангела, стоящий на холме, называемом Церковной горой. Построен он был в 1877 году. И с решением о его строительстве связана легенда. По одной из легенд, под Церковной горой пастух-овец нашел икону Михаила Архангела. И вот в честь этого чуда было решено собрать деньги с населения и построить храм, который получил название «Храм Михаила Архангела». Как и большинство храмов Ульяновской области, этот был закрыт в 1935 году. У храма снесли колокольню, сброшенные колокола увезли на переплавку. А вот часть книг и икон местные жители все-таки смогли уберечь. И, как рассказывают, было это весьма драматично. Иконы и церковные книги было решено сжечь. Но население, села Мордовский Белый Ключ, несмотря на то, что горели огромные костры, куда кидали книги, церковную утварь, иконы, они прямо из огня выхватывали эти реликвии и разносили, прятали по домам. Позже в здании церкви сделали сельский клуб. Здесь показывали кино и проводили танцы. Но в 1986 году жители села решили церковь возродить. В 1989 году возрожденный Михаил Архангельский храм снова открыл свои двери. А спащенные из огня иконы и даже распятия, полвека хранившиеся в домах местных жителей, снова вернулись на прежнее место. Затем еще несколько лет храм был духовным центром для всего Вишкаемского района. За неимением других церквей на праздники народ сюда съезжался не только из окрестных сел, но и из самой Вишкаемы. При этом с храмом связана пара загадок. Например, неизвестен архитектор, который придал церкви внешнюю схожую скорее с костелом, чем с типичным православным храмом. Еще очень большая трудность. У нас нет ни одной фотографии старого храма. Есть уже фотографии клуба, но не храма. В 1989 году обновления храма не закончились. Например, в 2007 году самый известный местный уроженец и главный меценат Мордовского Белого Ключа генерал Виктор Чичеватов подарил храму семь именных куполов, отлитых в Воронеже. Говорят, когда они звонят, то звук этот разливается с церковной горы далеко за пределами села. В паре километров от Мордовского Белого Ключа находится еще одна достопримечательность. Она и природная, и историческая. Это Сосновая аллея, 160 сосен, возраст которых более 200 лет, сейчас уже спрятавшиеся за молодыми деревцами. В народе эту аллею называют Екатерининской дорогой. И название этому есть два объяснения. Первое – легендарное. Якобы в 1776 году Екатерина II, возвращаясь из Синбирска в Санкт-Петербург, заехала в гости к дворянину Кураедову, который в честь приезда императрицы и посадил те самые 160 сосен. Мол, традиция такая была в честь августейших особ аллеи и парки разбивать. Однако… Это легенда. Практически она проехала другой стороной. В наше село она не заезжала. Но почему же Екатерининская? Екатерининскими дорогами или Екатерининскими аллеями еще с начала 19 века стали называть посадки вдоль кандальных трактов. В народе считалось, что именно Екатерина II распорядилась высаживать такие аллеи, чтобы каторжане и конвой могли передохнуть в тени во время дневного перехода. Хотя, судя по документам, распорядился на этот счет ее внук Александр I. А то, что Екатерининская дорога в Вишканьском районе была именно частью кандального тракта – это исторический факт. Это сейчас здесь еле заметный проселок. А лет 200 назад здесь была очень бойкая дорога – Пензенский кандальный тракт. Каторжников гнали оттуда, со стороны базарного Сызгана. Туда, в сторону Корсуна и дальше в Сибирь. Конечно, трактом пользовались не только для каторжных этапов. Он же выполнял функции почтового. В случае крестьянских бунтов по ним передвигались карательные отряды. Но все-таки главными на этой дороге были каторжные и конвойные. Тогда этапные тюрьмы были расположены примерно 25-30 километров друг от друга. То есть она была составлена так, чтобы люди могли пройти за один световой день от одной тюрьмы до другой. На территории нынешнего Вишкаймского района этап ночевал в селе Мордовское Кандарать, где была одна из пересыльных тюрем. В селе этом сейчас и жителей почти не осталось. Не то что тюрьмы. А вот зарастающая молодым сосняком Екатерининская дорога продолжает напоминать о своей реальной мрачной истории. Путь до нашей последней точки напоминал настоящие ралли. Пробирались мы туда, по заснеженным полям. И даже разок пришлось выталкивать машину из сугроба. Если бы не наши экстремальные водители Сергеи, так бы и вернулись мы назад. А ехали мы к месту, которого уже почти полвека нет на карте страны. Это деревня Паника, существовавшая здесь 300 лет. По преданию, деревня Паника была основана в конце 17 века. Служивыми людьми, которые занимались строительством Корсунско-Симбирской засечной черты. Первое упоминание Паники можно встретить в первой ревизии, которая проходила в нашем российском государстве в 1724 году. Паника существовала более 300 лет. Последние жители уехали отсюда в 1972 году. Бывшие жители деревни разъехались отсюда в самые разные места. Кто-то в близлежащую Ермоловку, кто-то в другие села. Кого-то занесло даже на Украину и в Латвию. И может быть, о Панике постепенно бы и забыли. Но в 2005 году на месте ее существования установили памятный знак, который теперь считается одной из достопримечательностей Вишкаймского района. Автором памятника и идейным вдохновителем, организатором этого мероприятия по открытию памятника стал Александр Михайлович Гришин. Он родился в 1919 году здесь, в Панике. После войны он жил в Латвии, в городе Огре. Работал директором и учителем русского языка и литературы. И, соответственно, почти ежегодно приезжал сюда, на малую родину. И он говорил о том, что, глядя на свою родную сторонку, тяжело и больно было от того, что скоро уже не останется ни одного дома и ничего не будет напоминать о малой родине. Памятник Панике семья Гришина сделала и установила на собственные деньги. Поставленный на склоне Мелового холма монумент стал первым подобным памятным знаком Гулианской области. А само событие в честь его установки дало начало новому празднику в Вишкаймском районе – Дню Паники. После того, как построили памятник в 2005 году, было решено ежегодно в первую субботу августа проводить вот такой замечательный праздник. Проводится он уже 16 лет. Куда съезжаются бывшие жители, не только сами жители, а съезжают со своими детьми, внуками и, к нашей радости, уже правнуками. И все они после торжественной части, которая организуется здесь, у самого памятника, спускаются вниз и проводятся, ну, будем, организуется массовое такое гулянье, где люди делятся своими воспоминаниями, где проводятся различные мероприятия и игры. Собраться на День Паники людям не мешает даже погода. Например, в прошлом году на 15-летие установки памятника в первую субботу августа лил дождь. Но люди все равно приехали, несмотря на непогоду. За 16 лет с момента установки памятного знака у людей, приезжающих в Панику, появились уже свои традиции. Одна из них – обязательно ударить колокольчик на памятники перед тем, как покинуть это место. Мы традицию нарушать не стали. К сожалению, заброшенных деревень, подобно Панике, по всей Ульяновской области разбросаны, наверное, сотни. Но пока есть те, кто помнят об этой деревне, приезжают на ее место, проводят здесь праздник, а уезжая звонят в этот колокольчик. Можно говорить, что эти деревни еще живы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...